В Москве полицейские закрыли подпольный цех по производству так называемых снюсов, запрещенных в России очень опасных для здоровья никотиновых смесей. Употребление всего одного маленького пакетика снюса по содержанию никотина приравнивается к выкуриванию нескольких пачек сигарет. Зато запаха от этих смесей нет, а выпускаются они в виде конфет и жвачек. Все это приводит к тому, что основными потребителями зелия становятся подростки. Буквально на прошлой неделе Минздрав сообщил о первом смертельном случае от употребления снюсов. Материал Дениса Бушуева. Невооруженным глазом видно, что это складское помещение совсем не отвечает санитарным нормам. Несмотря на это, здесь производили так называемые снюсы – никотиновые жевательные смеси. Их прямо с пола упаковывали, а потом отправляли на продажу. В производственном помещении площадью 240 квадратных метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Было изъято 33 пластиковых 10-литровых емкости, предположительно с никотиновой жевательной смесью. И более 4,5 тысяч банок, готовые к употреблению продукции. Банки и коробки с яркими этикетками разными вкусами, но по факту отравой внутри. Продажа снюса некурительного табака с никотином была запрещена еще в 2015 году. Но на рынке появились аналоги с таким же названием. Они без табака, но с убийственной дозой химического никотина. Что самое страшное, особой популярностью снюсы пользуются у подростков. И приобрести ядовитую смесь им зачастую не составляет труда. Нам продали снюсы в табачной лавке легко и просто. И паспорт не спросили. Сколько вам? 250. 250. 300. 350. 350. 400. Все, спасибо. Круглый пластиковый контейнер. Именно поэтому его часто называют шайбой. Внутри прямоугольные пакетики. Концентрация никотина в одной такой жвачке зашкаливает. В одном пакетике снюса и с купленной мною баночки 50 миллиграмм никотина. Для сравнения, в самых крепких сигаретах менее 2 миллиграмм. То есть концентрация никотина в 30 раз выше, чем в сигарете. Употребление таких смесей может привести к серьезной интоксикации организма. А на прошлой неделе в России была зафиксирована первая смерть от снюса. Во время спецоперации полицейские изъяли партию никотина, содержащих смесей почти на полтора миллиона рублей. Теперь подвальным бизнесменам предстоит ответить перед законом. Полицейские ищут всех, кто причастен к производству так называемых снюсов. Денис Буршуев, Арсений Лорехин, Андрей Черненок, Петровка, 38.